страна у нас действительно большая немало и народу не живет кто-то не видел ягеля а кто-то молочая мы постараемся все показать опять идем в поход и снова едем в наш любимый питер белые ночи там хотим мы посмотреть а заодно хотим развод мостов увидеть и вам все показать и может песню спеть уважаемые любители рок-музыки мы идем вкусить хлебов местных и кофе и испить завтрак у нас по приезду обеспечен обычно всем это ну заезжу в два часа обычно а нам с утра но ради рок-звезды мы тут все для вас вне плана можете идти и завтракать и пить кофе давай уважаемые любители рок-музыки слышу звон посуды хрустальные и серебра постукивание потому что но звезды в жизни серебра из хрусталя пить пойдемте и запах слышу хороший о-о-о что даже руки можно помыть где-то дайте пошло надо поглубь звуки запихать как не дает считывает отпечатки пальцев дайте поесть как у нас комната триста первая то есть как раз как левать учиться как и все в этом отеле ресторан сделан вроде бы традиционно вроде бы как обычно но на самом деле все выполнено очень стильно ничего лишнего никаких лишних деталей не бросающаяся в глаза традиционность но на самом деле это дорогого стоит и по деньгам и по затратам времени на обдумывание этого креатива это не просто сделать такую традиционную строгость и до мелочей продуманный минимализм который не бросается в глаза но чувствуется спинным мозгом даже если ты не слишком большой спец в дизайнерской стилистике помните как у шекспира в гамлете когда полоний дает напутствие своему сыну лаэрту перед отъездом во францию шей платье по возможности дороже но без затей богата но не броско по виду часто судят человека а у французов высшее сословие весьма изысканно и чинно в этом вот в этом ресторане сделано именно так богата но не броско правда сделано все не во французском стиле в стиле американского минимализма и еще хочу отметить следующее в дизайнерском решении здание если я не ошибаюсь шестиэтажное ресторан же находится на втором этаже но чтобы создать ощущение что ты завтракаешь на открытой веранде в ресторане сделали потолок в виде стеклянного купола сквозь который виднеется синее небо солнце облака ветви деревьев и летающие птицы то есть потолок сделан в виде огромного электронного экрана на которой и проецируется вся эта природная красота и ощущение действительно такое что ты сидишь на открытом воздухе и погода очень комфортно и не холодно и не жарко а в самый раз когда ты не думаешь о пледе а только пьешь вкусный кофе и наслаждаешься прекрасным видом на город и природу очень грамотно сделано теперь по поводу еды здесь точно такой же подход богата но не броско выбор блюд вроде бы небольшой в сравнении с турецким all inclusive но все изысканно и есть все чтобы удовлетворить вкус даже самого привередливого гурмана особо хочу отметить богатый выбор различных натуральных только что приготовленных смузи и свежайшей выпечки пирожных печенье и вафель круассанов булочек и опять таки вся выпечка небольшого размера чтобы человек по задумчивости случайно не объелся этой вкуснятины так как это действительно очень вкусно уважаемый любитель музыки я с вашего позволения рыбки сырку чуть-чуть чуть-чуть немного разного ну и наверное все таки я попробую колбаску под мяско немножко сладенького по мяско надо обязательно уважаемый любитель музыки хочу сказать вам очень стильно и очень аппетитно не пробовал пока на вкус но чувствую что это хорошо и свежевыжатые соки что и должно быть в пятизвездном отеле не из порошка свежевыжатые а то грамотно проверяем что они тут умеют так попробуем что-то такое то есть я думал это варенье к мясу это щучья икра а я щука не без щучей икры я же обожаю щучей икру хорошая попробуем в меру солененькая классно хлебушка к ней конечно но мне нельзя узнать мне нельзя мне скоро на сцене здесь должен худеть поэтому только икра без хлеба проверяю рыбку хорошая в меру соленая приятная свежая классно буженика что ли что-то такое с мясной что-то неплохо традиционная классическая вещь я просто такой не очень любит проверяем кубу лучше ли она московской или нет хорошая сырокопченая колбаска вот такая вот свиная с говядиной вместе перемешку с коньячком все класс ну коньяк при изготовлении добавляю в такие колбасы я не опьянею хотя вам точно говорю а вспоминая когда я первый раз попробовал копченую колбасу такую сырокопченую это было в далеком советском союзе семидесятые годы мы такую колбасу никогда и не видели но у меня был товарищ он был сыном сотрудник райкома партии у них беспечения было на высшем уровне и однажды я к нему зашел мы кого-то шли гулять там он говорит да подожди я сейчас бутербродик сделаю хочешь бутербродик дает мне работа я попробовал даже не помню на вкус что это представляю какие мы были дикие в советском союзе мы не знали что такое сыровяленая сырокопченая колбаса вот он мне говорит так это же говорит салями финская а салями это оказывается из фарша это то из мяса настоящего колбаса а то из фарша но тоже она очень вкусно непривычно а мы же едем только что докторскую это не всегда любительского снова с жиром с таким за 2 10 кто была колбаса для нас сосиски иногда еще бывали а такой колбаса не бывало хорошая колбаса отмечаю отлично колбаса не хуже московской сыр осталось попробовать а ну ну что хочу сказать но научились наши люди делать вкусную продукцию вкусную еду нам же только дай свободы немножко и мы все умеем но все быстро научаемся всему подряд поэтому сыр отличный рыба великолепно сделаны колбаса вот такая вот икра прекрасно приготовлена в меру посолена и отлично осталось проверить кофе кофе и вы знаете что для для любого ресторана это проверка на вшивость кофе юг умеет ли кофе готовить не пережаривает горькие не подают сейчас попробую но что еще здесь есть очень интересного свеженькие смузи у тут бананчик клубника длина и там разные есть вот но мой режиссер почему-то понравилось и вот такой вот непотребство ей понравилось ну что же могу сделать ну не бить же еду пусть есть музей с утра что еще хочу отметить помимо еды то обратите внимание вот этот куполок медиа интерактивный такой какая мне была на улице погода здесь вам могут сделать безоблачное небо их пробивающиеся лучи сквозь тучи и птички поют летают вот такой сделали приколу ребята мне нравится то есть ощущение на улице ну а обстановка конечно это америка это американский стиль четко просто но в то же самое время добротно и надежно хорошие удобные кресла удобные столы ничего не шатается и повторюсь такой минимализм хорошо мне нравится скромно но со вкусом вот так бы я сказал стильно вот это самое главное вы знаете что я борец за чистоту стиля не во всем в том числе и в музыке но и здесь в дизайне это очень стильно сделано очень хорошо аплодирую дизайнера которые оформляли этот соответственно формы эти рестораны и повара аплодирую всем и все хорошо уважаемые любители рок-музыки хочу сарок с джамиком тут разные джем видите голубика апельсин и клубника но вы знаете что клубничку любят все во всем мире клубничку ну великолепное сочетание сыра хорошего уже вам пробуем кофе не опозорились хороший кофе отличный кофе йог и сыр джамом отличный лучше всякого десерта самый лучший десерт французы так считают что самый лучший десерт это сыр уважаемые любители музыки но на горячее блюдо здесь два подхода есть то есть ты можешь пройтись по швецкому столу выбрать все что захочешь я попробовал вкусно все и можно заказать горячее блюдо не принесут по меню вот мы тут членов группы волчка сд заказали яйца универсальный все-таки продукт яйца их можно готовить и так и эдак с прискоками с притопом я убил зоню заказал один член группы волчка это заказал облет а елена ивановна наш главный продюсер-режиссер заказала яйца бенедикт в мешочке которые варятся но они там я смотрю с авокадо и с рыбкой наверное очень вкусная просто не любитель бенедикта я люблю в нашу русскую лазунью поэтому хочу произнести тост за красоту которая спасет мир и который должен нас окружать во всем и в медиа интерактивном пространстве сверху и в еде и в людях ну во всем в общем и в музыке давайте за вот это за архитекту красоту во всем ну что уважаемый любитель рок-музыки я ишинка классическая вкусная глазунья и елена вам сказал что яйца бенедикт сделаны по лучшему глазу я в них не разбираюсь бенедикта но доверяю своему великому режиссеру и продюсеру и вы доверяете колбаски великолепно одну взял свину и одну говяжью классные и та и другая вкусно но самое главное что отметил мой режиссер это прекрасное шампанское с утра подаются после тяжелого переезда из москвы в санкт-петербург помните дорога из санкт-петербурга в москву а мы из москвы санкт-петербург тяжелую дорогу надо обязательно отметить шампанским с утра хорошая вред поэтому ставлю этому ресторанчику этому завтраку 5 баллов вот так вот без занижений уважаемый любитель рок-музыки но я решил попробовать бельгийские вафли как они тут их делают с таким кремом даже это не крем это наверное сливки взбитые сливки вот в общем все вкусно вот так бы я сказал и красиво так что думаю что мы не ошиблись с отелем по крайней мере первые часы нахождения здесь радуют меня наша девчонки но накормили напоили я такой вот и был чуть все у вас не съел ну меня удержали мои друзья а не гортых мне обжирать всегда я толстый поэтому остановили но я не могу держаться потому что вкусно все поэтому вашему повару привет передавать раз вашего официантам благодарность я и поблагодарил конечно ну и вам спасибо за ваши улыбки за ваши красивые улыбки девчонки настроение поднялось на целый день пошел на экскурсии разрешаете все есть я пошел до вечера но подведу итоги завтраку вы знаете я во многих отелях побывал во многих в пятизвездных крутых но здесь чувствуется эксклюзивность это создать такую атмосферу непросто я вам хочу сказать конечно да это не дешево но это прям чувствуется эксклюзив все сделано по высшему классу отделка дизайн обслуживание подобраны сотрудники с красивыми лицами с красивыми фигурами девчонки вежливые образованные даже консьерж который встречал нас там внизу брал чемоданы тут же начал рассказывать про историю отеля и про историю михаила бавельберга классно мне очень нравится и местоположение все хорошо ну конечно здесь из-за того что это все-таки самый центр санкт-петербурга и здание историческое которое невозможно перестраивать это запрещено понятно это памятник архитектуры здесь нет стоянки такси которое нас подвезло и выгружало оно остановилось на пешеходном переходе чтобы высадить нас но от этого никуда не денешься это невозможно тронуть это это история красота гляньте любое будем говорить пространство отеля она прекрасно делана со стильной мебелью совсем класс удобно все очень красиво я думаю что пожить и остановиться в таком отеле это запоминается много хороших отелей но эксклюзии обратите внимание на люстру ну это же понятно что это единственный экземпляр специально для них заказанный все класс и люди ходят по невскому красота красота все поедем на экскурсии наша куда деваться раз приехали в питер то на выходные из жизни русской профессуры жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер а вот